В Татарстане начал дорожать борщевой набор. Цены на какие продукты при этом снижаются? Ждать ли рост инвестиций в республику? Какова стоимость путевок за рубеж? Выгодно ли сейчас покупать туры? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Горюнова. Здравствуйте! Сумма привлеченных инвестиций в Татарстан по итогам года может составить 605 миллиардов рублей. Такой же объем был в прошлом году. Об этом заявила глава агентства инвестиционного развития республики Талия Минулина. По ее словам, сейчас стоит задача не снижать оборотов. При этом о росте инвестиций речи не идет. Ведь работа сейчас идет в основном по старым проектам. Что касается новых инвестиций, все проекты с Европой и Америкой приостановлены или заморожены. Компании заняли выжидательную позицию. Потребительские цены в России с начала года выросли почти на 10,5%. Инфляция в годовом выражении в стране продолжает замедляться и составляет 13,5%. Это официальные данные Росстата. К сравнению, в еврозоне показатель составляет 10%. В Германии инфляция почти 11%. В Нидерландах 17%, в Латвии 22,5%, в Эстонии 24%. Что касается Татарстана, то годовая инфляция в регионе чуть выше общероссийской, около 14%. В конце сентября, начале октября в республике подорожали яйца, консервы и пищевая соль. После продолжительного сезонного снижения цен выросла стоимость картофеля и капусты. Плюс 3,5-2% соответственно. Морковь и лук подорожали менее, чем на 1%. Значительно выросли цены на огурцы и помидоры. За одну неделю прибавка составила почти 9,7% соответственно. При этом пока еще продолжают дешеветь свекла и яблоки. Цены на эти продукты снизились на 2%. Если мы говорим про продукты питания, там есть у нас овощи и фрукты. То есть сезонность по овощам и фруктам никто не отменял. Там снижается. Да, сейчас у нас август-октябрь, цены падали, потому что у многих предусматривающее хозяйство. Своя картошка, своя капуста, своя свекла. Но при этом понятно, что большинство граждан не могут себе позволить их выращивать. И ближе к зиме, да, уже позднюю осенью, всю зиму и весной, до следующего урожая, понятно, что овощи и фрукты у нас будут дорожать. То есть это никто не отменял, это происходит каждый год. По данным Татарстан-Стата, в республике продолжает дешеветь гречка за неделю минус 5%. Стоимость пшена в начале октября упала на 2%. Цены на сахар снизились на 2,5%. Потребление пива в стране за последние полгода выросло на 33%. Это прежде всего за счет отечественных брендов. Продажи российских производителей выросли на 151%, а зарубежных на 7%. Таковы данные сервиса «Контурмаркет». Средняя стоимость одной бутылки импортного пива выросла на 13% до 96 рублей, а отечественное пиво подорожало на 8% до 92 рублей. Путевки в Египет на конец октября подешевели на 26%, в Турцию на 22%. Цены на туры в Таиланд снизились на 10%, а на Мальдивы на 15%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Однако, по данным организации, стали дороже туры в Катар на 74%, в Арабские Эмираты на 17%. Стартовые цены на Сейшелы резко выросли на 173%. Среди зарубежных пляжных направлений дешевле всего обойдется турпакет в Турцию. 87,5 тысяч рублей на двоих с питанием по системе все включено. В диапазоне от 50 до 100 тысяч на двоих можно купить турпакет в Египет и Арабские Эмираты. Более чем в 200 тысяч обойдется поездка на Мальдивы, в Катар, Бахрейн и Сейшелы. Сейчас выгодный курс для того, чтобы совершать зарубежные поездки. Добавлю, что у каждого туроператора есть свой курс, то есть они каким-то образом подстраховываются на случай изменений. Но пока мы видим более-менее стабильные цифры, поэтому пока низкие цены надо выкупать сейчас. Как летали раньше в Швейцарии, в Италию, куда люди привыкли летать, у кого позволяет бюджет, понятно, что на 50% людей стало меньше летать за рубеж. Но в целом те, кто летали, они и в США летают, и Шенген люди получают, поэтому пока я не вижу никаких проблем. Единственная проблема – это цена. До встречи!